Всем приветики! Вышли со Славочкой. Тревоги закончились, вышли погулять. Пришли в парк. В парке мамочки гуляют, как всегда, на травке сидят. Но я чего-то хочу сказать. Наш прудик. Хочу вам что показать. Полезла в сумку. Думаю, сейчас посмотрю, что там у меня. Конфетка может какая-то есть. И нахожу здесь такое вот сердечко. Одно у меня лежит, а это еще одно сердечко, оказывается, я нашла. Это все с Литвы мы привезли. Вот так вот. Литва прямо со мной рядом. Рядом-рядом. Никуда не отпускает. Вот такое вот сердечко. Это гранит, я так понимаю, красный. И вот так вот его водой обмывала, обмывала. И получилось вот такое вот сердечко. На улице духота, жара. Прогулка у нас такая, чисто символическая. Ветра нет совсем. Полный штирь, да. Мы сейчас идем, может быть, встретим Белочку. Мы ее тут видели. Я, кстати, не вставила эти кадры, но поставлю. Белочка приходила. Мы еще хотели со Славой орешек, орешков взять и принести. Но и опять забыли. Вот водичка стоит, то, что ты менял. Надо приготовить с вечера орешки. Ну да. Ну да, в карманчик просто положить в рюкзак. Видишь, водичка... Начало зеленеть. Водичка есть. Жара такая, что она зеленеть начала. Ну, это Славочка приносил. Я поставлю кадры, как это все было. Еще и тревога была. Но она тут где-то на этих деревьях живет. Надо орешки принести. Орешки есть здесь высыпать. Семечек дай ей. Так убежит. Водички надо поменять. Да, налить, потому что она пушила дочку. Она может достать. Ну, закрыта. А у нас бутылка, ну, пустая. Я все выпила. Она боится, думаю, что сейчас попадет. Ага, ага. Она убежала. А, сейчас она придет. А тут? Плохая вода, наверное, закрывает. Мало, мало. И она... Зеленая, да? Да, поглядя нет. Уже не нормально. Да, там кто-то Куркина кидал. А, ну ты выжил. Это и выжил. Банят район. Но она одна. Есть еще, да? Вот мы вчера снимали. Вот такой район уже еды. Да, еды. Да, еды. А, ну ты, Бузи-Бузи. Караславочка несет водичку. Мы тут опять принес водичку для Белочки. У нас тревога опять. Сейчас как заорет. Вот теперь надо орешки приносить. Ага. Ну, сейчас начнется, наверное. Веселую подушку. Наверное. Ну, не думаю, это все. У них сейчас другие проблемы. Ну, все равно. Нам нервы пощекотать. Уже кого нет. Уже не так бомбят. Харьков. Пока одна. Что-то не видно. Она ж прячется. Ее ж не видно. Она такая рыженькая-рыженькая. Ее сильно и не заметишь, пока она не выйдет водичку пить. Ну, все. Идем дальше. Да, собственно говоря, свет отключили. Везде эти генераторы орут. Да и у нас, наверное, отключили свет. Но сегодня у нас хоть более-менее целый день был свет. А вчера? Вчера дали на час. Отключили. Ну, в общем, потом вечером дали. Ну, ничего. Выдержим мы и это дело. Обещали поставить здесь нам пункт незламности, чтобы можно было прийти подзарядиться. Но что-то не поставили. Обманули. Сказали, что в нашем парке поставят. Не поставили. Ну, ладно. Будем надеяться, что со светом все будет скоро хорошо. Тревоги, конечно, заколебали, я вам хочу сказать. Эти тревоги вчера целый день. Сегодня, ну, просто, просто капец. Там у нас Селько. Мы идем сейчас в АТБ. Вот тут обещали, в Центральном парке поставить нам пункт незламности. И не поставили. Вот такая аллея. Я уже показывала ее. Аллея Рос. Это с Гучи привезли. Идем туда, да, Слава? Обойдем. Ну, идем. Доброе утро. Я продолжаю видео уже на следующий день. Что произошло. У нас просто так ничего не получается. Чтобы все было гладко, мирно и хорошо. Но прежде всего скажу, что сегодняшняя ночь у нас прошла тихо, спокойно. Без всяких взрывов, без всяких тревог. В общем, я даже, вы знаете, проснулась и не верю своим, как говорится, глазам, ушам. И сама себе говорю, может, война закончилась. Вот мои бы слова и, как говорят, Богу в уши, да. Так вот. Мы же вчера прошлись, посмотрели, где это Белочка. Белочку мы не увидели. Но так как было очень жарко, ветра вообще почти никакого. Славик говорит, ладно, идем, зайдем в АТБ. У нас овощи практически все закончились. Зайдем в АТБ и пойдем домой. Уже будем ужин там готовить и так далее. Ну, мы тихонечко, чильно идем потихоньку. Заходим в АТБ, берем тележку. Я люблю с тележкой ходить по магазину, чтобы не тащить в этой корзинке. Вот. Лук там взяли, помидоры, огурцы там, молоко. В общем, идем, рассматриваем, что еще, где какие акции. И, как обычно, я захожу, там у нас есть такой уголок, где с одной стороны продают консервы, а с другой стороны продают всякие кошачьи, собачьи там эти, еда и всякое прочее. Я всегда смотрю, когда там идет силикагель для подстилка для кошек, она когда идет подешевле, я ее стараюсь покупать подешевле. Все-таки там где-то гривен сорок, я на одной пачке себе экономлю. Ну, мы туда, я туда подошла, смотрю, нет, значит, скидок нет. И я говорю, Слава, пошли. А Славик задержался там на сырках. И в этот момент гаснет свет в АТБ. Ну, думаю, сейчас включат. Такое было уже не раз, когда включают свет. Какая-то мушка пролетела. Славик ко мне подходит. Я говорю, Слава, так и так. Сейчас, говорю, я тебе тут покажу. Тут, в общем, какие-то рыба была. Ой, господи. Лосось. Лосось в томате, по-моему, или в общем... Да, в томате. И по АТБ-вской карточке он получался еще... Так он был по акции, а по АТБ-вской карточке еще был дешевле. Я говорю, может, возьмем. А он говорит, а что у нас, мол, нет. А я говорю, да у нас, по-моему, уже такой консервы нет. Ну, я говорю, сейчас, говорю, включат свет, и я тебе покажу. В этот момент подлетает к нам охранник и говорит, Скорее, скорее, выходим, выходим. А я говорю, что случилось? Сейчас свет включат. Он говорит, не включат. Скорее, выходим, оплата только налом, пока работают кассы. Я говорю, господи, да что у вас случилось? Оказывается, они работали на этом, как он, аккумулятор, или как он называется? Ну, в общем, на генераторе. Они работали на генераторе, и в этот момент, в общем, испортился генератор. Испортился генератор. И, Славочка, я записываю. Он мне не мешает, когда я записываю. Вот. И испортился генератор. И, в общем, для того, чтобы как-то, в общем, еще там какая-то был запас энергии, нужно было срочно прийти на кассу и рассчитаться. Я, конечно, в панике, потому что налички у нас, как всегда, практически нет. Все на карте. Я говорю, Слава, какие у тебя деньги есть? Он говорит, ну, может, гривен 300. Я говорю, а мы уложимся там, мы взяли и то, и то. А он говорит, не знаю. Ну, в общем, короче, мы подходим к кассе. Я еще 50 гривен нашла у себя в кошельке. В общем, получилось, мы на 400 гривен купили. Шоколадки мы не купили. Были по акции шоколадки. Славик их всегда покупает. Не купили, потому что уже все, не хватило денег. Я говорю, а что случилось вообще? Как это? Он говорит, ну, поломался генератор. А я говорю, так вы теперь что, работать не будете? Будем, когда включат свет. Ну, в общем, такая ситуация. Приходим мы домой. Естественно, у нас тоже. Видно, на одной линии у нас тоже нет света. Ну, я думаю, ну, включат. Написано было, что включат. Значит, написано было, что включат в 10 часов. Ну, мы включили. У нас тут был небольшой фонарик. Мы при фонарике поужинали. Вот, посуду я сложила. Говорю, Слава, ну, будет. Да, кстати, резала огурец. И оно все-таки, фонарик не очень сильно светит. И порезала себе пальчик. Славик ножи наточил, чтобы были хорошие. Ну, в общем, короче говоря, травма небольшая. Поужинали. Думаю, ладно. В 10 часов включат свет. И мы, я все это уберу, все помоем. В 10 часов нет. В 11 часов нет. Я уже в пол 12, думаю, это нет. Я буду уже ложиться спать. Но я включила свет в квартире. Думаю, ну, включится свет, и мы поймем, как. В общем, короче, я уже спала. Не знаю, во сколько его включили. Надо будет у Славика спросить. Вот, и, в общем, всю ночь, я не знаю, был свет или не был, но я просыпалась. Вроде бы, как я обычно смотрю на роутер. Если там мигает, значит, свет есть. Но ночью было тихо, как я уже сказала. Никаких бомбежек, никаких сирен, ничего. В общем, хорошо мы выспались. Что будет дальше, я не знаю. Ну, вот, мне, я же говорю, что ночью я, когда проснулась, и думаю, наверное, закончилась война. А теперь вот сижу и думаю, когда я скажу действительно вот эти слова, что все, война закончилась. Представляете, какое это будет счастье для всех. Ну, в общем, сейчас я сижу, пью свой кофе. И я вчера, кстати, у меня, у нас же перед этим отмечали свет, и у меня, это, немножко было молока в холодильнике, оно скисло. Ну, ну, что делать? И я взяла, получилось такое, как кефирчик. Думаю, сделаю я оладушки. И порезала туда еще персик в эти оладушки. Получилось так вкусно. Со сметанкой. Сахара чуть-чуть положила. Практически вообще не чувствуется, что они сладкие. Но очень вкусно. Вот такие у нас вчера были приключения. Ну, сегодня новый день. Новые события, новые приключения. Сейчас Яночка мне прислала сообщение. Вы там все подзарядили. Или, естественно, все. Кстати, вчера, когда у нас не было вечером света, мы с этим же фонариком, с которым ужинали, поставили его, ну, как ночничок в комнате. Ой, ну, что вам сказать, он у нас погас. Погас. У нас их два. Ярославик, как ты мог не зарядить фонарики? Он говорит, я за них просто забыл. Все-все-все, заряжаем. Но сейчас уже поставили на ночь на зарядку. В общем, фонарики у нас уже зарядились. Все у нас сейчас заряжено. Вчера даже холодильник мы включали на зарядку и подзаряжали холодильник, потому что очень долго не было света. В общем, как-то так. Ну, сегодня у нас новый день, новое настроение, надеюсь, хорошее. Ну, на улице очень жарко, могу вам сказать. Очень жарко. Опять 32. Вся неделя, говорят, это будет жарко. Ну, как бы последняя неделя августа, наверное, уже полностью весь жар лето нам оставит. А впереди будет зима. В общем, вот такая история. Вот такие вот у нас небольшие семейные такие события, жизненные, могу сказать. Вчера еще получила сообщение от своей подруги по Ютубу. Они переехали в Харьков, потому как жили прямо на разграничении с войной. Уже написала, что было очень сложно там жить. Ну, я постараюсь с ней сегодня созвониться и более конкретно поговорить, чтобы узнать все новости за своих подруг. Мы вместе начинали Ютуб, вместе дружили, вместе как бы общались. Ну, в общем, как-то так. Ладно, дорогие мои, сейчас я иду, заканчиваю, вернее, завтракать. Иду заниматься своими делами. Ну, а там будет что-то новое, покажу обязательно. Всем добра, всем хорошего настроения. Я вас всех люблю.